Доброе утро, друзья! Мы уже говорили вам, что сегодня мы и все наши коллеги празднуют свой профессиональный праздник. И именно поэтому мы приготовили для вас небольшой сюрприз. Сегодня в эфире нашей программы поговорим с иностранными ведущими еще одного интересного шоу на нашем телеканале, который называется «Как дома?». О том, как проходят съемки одного из рейтинговых шоу нашего телеканала, прямо сейчас узнаем у Кайлы Пинеда и Син Кайджен. Доброе утро! Доброе утро! С праздником вас! Ну, во-первых, с праздником, да. Вы стали ведущими достаточно случайно, давайте говорить откровенно. Вам просто позвонили, предложили. Напомним, что суть программы «Как дома» то, что иностранные студенты, иностранные жители нашей страны уже путешествуют по Беларуси и, в общем-то, пытаются понять нашу страну. Все верно? Все верно. Как вам позвонили? Как вам сказали, что вы будете сниматься? Мне позвонила Егор. Егор, да, правильно. А мы не знаем, кто это, но пускай Егор позвонил. Он увидел мои видео в социальной сети и сказал, о, я хочу тебя пригласить в вот такую программу, поэтому давай попробуем. Я сказала, ну, я не знаю, но попробуем. И все, я теперь здесь, поэтому, Егор, спасибо тебе большое за то, что доверил мне эту программу. Хорошо. У вас какая история? Если честно, я, наверное, его зовут Игорь. А, что ты говоришь, хорошо. Так же. Потом выяснится, что это была Ольга. Да, да, да. Ну, тоже Игорь мне написал. Он просто вначале видел мои ролики в ТикТоке. Я там играл на гитаре и пел. И это тоже он как-то предложил мне на участие в Фактор Бай и в Коктома тоже. Слушайте, ну вот вы путешествуете по Беларуси. До программы вы много в каких городах были или в основном в Минске? Нет. В основном в Минске? Я в основном в Минске и Брест. Беларуси, Беларуси, Лид. Нет, не Лид, а это Несвиж. Несвиж, да. Да, а так... Вы проехали огромное количество городков, больших городов нашей страны. Вы познакомились в Беларуси? Что вас удивило больше всего из ваших путешествий? Вы знаете, мы были в разных местах, и они все яркие, очаровательные, но меня больше всего поразило и удивило это Ельное болото. Очень красиво, тем более, потому что мне напомнено на нашей венесуэльской равнине. Они так похожи, там не хватало коров и лошадей. Вот прямо, если вы не были в Венесуэле, наша равнине выглядит именно вот так, красиво. Но меня удивило, потому что там люди очень простые. Также меня удивило, что очень много людей сейчас занимаются тем, чтобы сохранить историю своей страны. Это очень драгоценное, так сказать. Да, не везде можно встретить этот. Ну а раз уж сегодня все-таки у нас профессиональный праздник с вами, коллеги, хочется спросить, а вы вообще задумывались когда-нибудь о том, что будете работать на телевидении? И сейчас, раз уж сюда попали, вы как-то планируете развивать карьеру здесь? А ты как подумала об этом? Ну, на самом деле, с детства у меня была такая мечта, неконкретная. Я хотел стать звездой, но какой, неважно. Но дальше, когда никто не ожидал, что я приехал в Беларусь, я даже поменял свою специальность, потому что раньше я изучал оперу, а сейчас я стал журналистом. Я так скажу, что это все было как-то в соответствии с ожиданиями и так же было неожиданно. Да. Я, нет, я не мечтала, но я всегда с детства была на сценарии. То есть я вступала, я танцевала, я даже придумала какие-то программы одна. И поэтому я вступила в юрналистики факультета. И я стала юрналистом в Венесуэле, но я не успела работать как юрналист. И я хочу сказать, что это очень красивый и шире мир, который мы изучаем каждый день, и мы хотим покорить именно вот этот мир, который мы видим как юрналисты. Поэтому я люблю и горжусь, что я выбрала именно эту профессию. А когда вот вы начали работать на телевидении, когда начали ездить, все-таки у вас постоянные командировки, это выездные съемки, это прям такая настоящая, что ни на есть, журналистская работа телевизионная. Что вас больше всего удивило, что было самым сложным? Я думаю, все было просто и все было весело. Да, да, да. Потому что нас просто окружали те люди, которые очень веселые. Они понимают нас, они терпеливые тоже с нами. И я думала, что это будет строго, и все режиссеры будут говорить правильно, или ты просто смотри в камеру, а нет. А вам разрешили быть самим собой, да? Да, в том-то дело, что нам позволяет зубода. И несмотря на то, что режиссеры есть, то мы можем свободно импровизировать. И это классно. Ну, мы очень рады, что именно на нашем канале появилась такая уникальная программа. Вот я изучал другие телеканалы, ездили где-то что-то похожее у нас в стране. Нет, у нас этого нет. Поэтому такая интересная программа, где иностранцы путешествуют и тоже рассказывают нам, белорусам, о нашей же стране, но с другого ракурса. И вот когда смотришь вашу программу, всегда находишь для себя что-то новое и что-то необычное. Смотришь по-другому на привычные для нас вещи. Но на самом деле я хочу сказать, что я тоже так думаю, потому что очень, несмотря на то, что Беларусь это прекрасная страна, но мало кто ее знает. И они часто, когда путают ее с Россией. Но мы, как иностранцы, которые живут здесь, хорошо знаем, что это вообще два разных мира, через наши точки зрения аудитория сможет прямо вживую напрямую познакомиться со страной Беларуси. Да, с промежательностью. Даже есть люди, которые мне говорят, ой, я даже не знала, что это находится в Беларуси. Вижу первый раз по телевидению, я говорю, я тоже не знала. Ой, коллеги, спасибо, что знакомите нас с какими-то местами и в нашей же стране. И здорово, что наше телевидение открывает и вот таких вот звезд. Ну, мы напомним, что сегодня в честь профессионального праздника мы пригласили ведущих шоу «Как дома». Друзья, обязательно смотрите его по выходным на телеканале «Беларусь-2», а еще и на ютубе выходят выпуски. Ой, будет очень интересно. Спасибо большое. Напомню, что у нас в гостях сегодня был Син Кай Джен и также Кейла Пинеда. Хорошего дня. Спасибо большое. Спасибо, что пригласили. И поздравляю вас тоже. Спасибо. Праздника. Спасибо.